К другим темам. Легендарной отечественной спецслужбе главного управления контрразведки СМЕРШ. 75 лет. Андрей Баев о прошлом, настоящем и будущем спецподразделении. О легендарном подразделении контрразведки СМЕРШ рассказывают лучшим солдатам-срочникам Новосибирской ракетной дивизии. В гостях у военных историки. Это солдаты батальона охраны и разведки. В этом подразделении служат наиболее подготовленные физически и морально солдаты. Это наша элита ракетной дивизии, поэтому встреча сегодня с ними. Историки привезли с собой музейные раритеты. Например, уникальный экспонат – парадный китель инженера КГБ, который носили меньше года. Данные погоны серебристого цвета существовали в госбезопасности только один год. Через год они были отменены. Поэтому данная форма интересна именно тем, что она в принципе действительно уникальна. Познакомились военнослужащие и с оружием прошлых лет. Наган, пистолет-пулемет Шпагина или попросту ППШ, винтовка Мосина. Все можно было потрогать руками. Сегодня у солдат-срочников появилась возможность пострелять из легендарного ППШ. Ну и нам, журналистам, тоже предоставили такую возможность. Давайте попробуем. Хорошо, только в ушах теперь ничего не слышно. Пусть и холостыми, но это уже уникальный армейский опыт, говорят военнослужащие. Достаточно познавательно, особенно для нашего молодого поколения, тех, кто служит в срочную службу. Вот, посмотрели новый вид оружия для себя, периода Второй мировой войны, до военного периода. Успехи СМЕРШа, говорят профессионалы, трудно переоценить. За годы Великой Отечественной контрразведчики обезвредили более 40 тысяч диверсантов. Легендарное спецподразделение сегодня пример для военнослужащих. Андрей Баев, Алексей Зубила, Новости ОТС.